Всем привет, с вами Дмитрий Еф, я преподаватель по вокалу, сам продюсер и артист. Захожу я такой, короче, на YouTube, а там новое видео Сержа Танкияна, а я, можно сказать, прям фанат Сержа Танкияна. Мог ли я такое событие пропустить? По-моему, вообще никак. Погнали. Я сразу говорю, что реально, честно, вообще ни разу не смотрел клип. То есть я сегодня увидел этот видос, я такой думаю, вот принципиально не открою, думаю, хочется, капец, но я этого не сделаю, вот. И сейчас прям звучит, как будто это прям не система. Я не знаю, похоже на Scars on Broadway, on the Broadway. Опа, попался я, да? Ну, я не фанат той группы, поэтому уж извините. Ну, короче, похоже вот на проект Дарона, но... Ну, давайте дальше посмотрим. Ну, блин, пока звучит вообще очень странно. Я не говорю, что это плохо, это просто очень странно. Типа, у Сержа задисторшенный вокал, который... Ну, он обычно так, в принципе, не особо что использует. Я помню, во всех альбомах системы вокал, наоборот, очень сухо записан, без эффектов. Да и в его сольных проектах тоже обычно такого нет. Ну, блин, интересно. Кстати, вы слышите это, нет? Не слышите? Ну, реально, как бы, нифига себе. Он что, реально перестал здесь в нос так сильно петь? Офигеть. Ну, типа, я прям слышу, что он прям мягкое небо начал поднимать. Нифига себе. И не то, чтобы я прям как-то убивался из-за того, что он вот так. Вот пьем в последнее время, в принципе, нет. Мне это устраивало, но... Ну, здесь звучит прям вообще, ну, вот так. Это прям... Вау. Блин, ну эта песня попадет в мой плейлист, просто хотя бы из-за припев. Не, ну звучит очень жизнеутверждающе, я считаю. Блин, ну реально, я до сих пор в афиге, честно. До сих пор, типа, как, в смысле? Что случилось, короче? Это прям круто. То есть такое прям модерновое звучание. Мне вот этим и нравится, что он в лице команды, или он просто сам, я помню, что он, в принципе, там в своем сольном проекте и аранжировался сам, там потом такой мастеринг, по-моему, делали, да, насколько я помню. Ну, короче, суть в том, что вот эти все эксперименты, мне кажется, не только на пользу идут, потому что прям освежают звучание максимально. И, ну, это, наоборот, интересно, что он не звучит, как в системе вот здесь, он реально звучит, как просто какой-то отдельный артист какой-то прям вот своей музыкой, которая, да, похожа, типа, на систему, но на самом деле в то же время довольно сильно отличается. Типа, блин, то есть это просто звучит, как крик души какой-то, реально. Я имею в виду, что, как бы так объяснить-то, ну, типа, как будто звучит, вот, вот, можете согласиться со мной или нет, или понять вообще, что я говорю, как будто не супер, не то, что технично, а может быть и технично, а может как будто не в кассу, вот. То ли тут пич какой-то странный, что он очень высоко, очень визгливо это делает, но, видимо, за счет этого вот какая-то вот эта вот... У меня какой-то диссонанс, короче, в голове, я не могу понять. Вроде все окей, но это просто, вот говорю, это звучит как будто вот такой, знаете, типа неотесанный звук, но в то же время он прикольный. Как-то так вот пока вот, сорян, не могу лучше объяснить. Это, по-моему, у него как раз вот в этом же, ну, в его смысле проекте соль, но вот эти приколдессы были, когда он просто на каких-то игрушечных синтезаторах набивал какие-то там драмки, и потом вот это все играл, а вот сейчас как будто вот что-то веет, короче, вот этим всем. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Прям сумасшествие какое-то, реально. Какой-то просто, какой-то в три попал какой-то. Офигеть даже его, ну, скажем так, грубо скримы, выкрики, неважно. Они звучат реально по-старому, как будто мы вернулись просто в какой-то 2000, ну, не знаю, второй год, например, да, в Tax City какой-то. Офигеть. Ну, вот эти, кстати, барабанные рисунки, ну, это прям вот все равно веет все тем же, я имею в виду, это даже больше не система. Опять, я уже, не знаю, сколько раз я повторил про его сольный проект, но прям вот это вот, с какого года забыл 2000? Блин, не помню. Седьмого года или, по-моему, да, там, десятого? Ну, короче, вот из тех лет примерно или Харакири вот этого, который альбом был. Танцы, конечно, в конце божественные были, однозначно. Еще одну мысль тут осознал, пока слушал. Вот реально это еще сильно похоже на старые альбомы системы, потому что он тут не пытается там залазить на какие-то адски высокие ноты, то есть он просто поет относительно в такой обычной тесситуре, потом начинает там, например, скримить, орать уже где-нибудь, наоборот, сильно высоко, да. И в этом икаре, что он как раз поет там, где ему удобно. По сути, скримит там, где ему удобно, он поет чистым там, где ему реально удобно. Тем более я уже это понимаю, потому что у него голос примерно по высоте похожий, ну, это прям реально очень такой удобный, комфортный диапазон. Я, кстати, посмотрел, что это, оказывается, сингл к будущему EP. И если EP будет реально в такой же стилистике, я прям реально с большим удовольствием послушаю. То есть, короче, в двух словах. Реально я нифига не разочарован. Очень классно. Очень в стиле Сержа. В то же время музыка звучит в плане сведения, в плане всего остального. Общего саунда очень современно. С этими его вот этими приколюхами. Ну, в плане там рифов, в плане самих. Короче, в плане самого посыла. В принципе, ничего не утерялось, никуда не делось. Петь он реально стал, ну, прям, как будто по-старому, но в хорошем смысле по-старому. Я думаю, это очевидно, вы это сами слышите. Очень круто. Я прям доволен, доволен. А с вами был Дмитрий Эв. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, естественно, про колоколец. И увидимся в следующих видео.